Ребята, привет! С вами Алексей Хохлатов. Хочу показать простую штуку, как замораживать свои троны для того, чтобы получить энергию и размораживать их. Здесь еще такая штука как bandwitch, но в данном случае нас интересует именно получение энергии. Вы можете нажать на кнопочку энергия, здесь есть кнопочка freeze, то есть заморозить, и есть unfreeze, то есть разморозить. Давайте сначала мы с фризом разберемся. Итак, у меня есть баланс 138 тронов, но я готов заморозить, например, ну давайте 100 трон, я готов заморозить. Вот, делаем 100 трон, это примерно 2900, примерно 3000 энергии, еще и голосование, но нас опять это ничего не интересует. И вот просто мы нажимаем кнопочку freeze и написано, что они должны быть заморожены хотя бы, хотя бы на 72 часа, ну то есть меньше заморозить не получится. Ну что ж, замораживаем, подтверждаем, пишем естественно пароль и все. Транзакция подтверждена. Баланс остался 38 тронов. Ну и вот, как видите, у меня уже появилась энергия. Значит, пока у меня заморожены троны, я могу использовать для выводов, переводов и все такое, именно энергию, а не троны. У меня не будут списываться троны. Ну, правда, смотри-ка операция, в пределах допустимого. Значит, теперь мне нужно разморозить, например, куда я пойду. Я нажму опять же сюда на энергию, нажму unfreeze. Теперь смотрите внимательно, именно не bandwitch, а энергию я должен нажать. И здесь будет кнопочка такая, которая должна будет нажать. Я скриншот при монтаже видео поставлю, здесь будет видно, да? Вот эту кнопочку надо будет нажать, которая будет означать, что именно с этого кошелька я должен разморозить. И потом, смотрите, фишка, на которую все попадаются. Надо промотать вниз. Кажется, что все, здесь больше нет ничего на этой странице. Вот она, внизу кнопочка unfreeze. Ну, у меня она будет доступна спустя 72 часа. Первый июнь, потому что сегодня уже май, какой у нас, 29 мая, ну да, через три дня, через 72 часа. Вот. И вот в такое время я смогу уже нажать здесь на кнопочку, вот здесь вот будет она, кошелька своего и нажать unfreeze. И все. Вот таким образом замораживаются и размораживаются ваши троны для того, чтобы вы тратили не троны на переводы, на всякие процедуры в троне, да, а энергию. И при этом троны у вас остались в порядке, в комплекте. Все. Продолжаем уже на компьютере. Итак, TronLink у нас существует в виде приложения в хроме. Вот я на этом приложении. Здесь та же самая картина, что и была в телефоне, то, что вы сейчас только что видели. Как видите, мы заморозили на телефоне. Вот она энергия здесь же на хроме. Этот же самый кошелек, этот же самый номер кошелька. Вот. То есть полный дублеж, да. Вот тот же самый кошелек, он установлен и там, и там. Здесь удобнее работать за компьютером, наверное, для большинства людей, по крайней мере, будет. Вот мы видим, что баланс 38 и 100 frozen, то есть заморожено. И теперь, ну, делаем перевод. Вот, например, доллары. Мне нужно... А, вот смотрите, я, например, в Dazy, да, нахожусь. Здесь есть смарт-контракт, который переведет сейчас мне 140 долларов из Payseters Pool. На это уйдет энергия из моего кошелька. Вот посмотрим, сколько. Энергии сейчас 2900, да. Вот давайте эксперимент выводим. Подтверждаем. Пошел перевод, перевод, пошел, пошел. Успешно прошел. Заходим на кошелечек. Смотрим. Ну, требуется некоторое время, секунды, чтобы обновилось. Нифига! Так. Энергия осталась 2900. 131 доллар... Ой, 131 вместо 138 по-прежнему 7 трон списано. В чем дело? Не знаю. Давайте смотреть. Может, смарт-контракт здесь так устроен, потому что перевод делается из смарт-контракта. Теперь нужно перевести из тронлинка, вот я тоже показываю, как это делается, некое количество денег. Вот, например, мне сейчас удобно сделать перевод. Замечайте, да, как это делается. Заходим в доллары, нажимаем send. Скажем, вот сюда, вот сюда. Перевожу я, к примеру, тысячу и пишу себе половину от того, что у меня сейчас есть, например. И, ну, это просто ноут в заметке. Их можно не записывать. Это не обязательно. Главное заполнить правильно кошелек. Вот тот кошелек, с которого переводится. Вот тот, куда переводится. Фи пишет 0 трон, но это вранье. На самом деле он троны возьмет. Но, может быть, он возьмет энергию. Вот сейчас посмотрим. Ресурсы. 371 бэндвич. Но у меня должны списаться или троны. Обычно на это уходит где-то 2 трона примерно. Или энергия. Вот посмотрим. Я заморозил. Может, все-таки он энергию возьмет, а не троны. Итак, готово. Идет трансфер. Смотрим, смотрим, как. Подтверждение. Видите, идет транзакция. Там ноды должны это дело подхватить. Это же блокчейн. Вот, соответственно, другие компьютеры, другие ноды должны подтвердить операцию. Вот где-то секунд 10 прошло, а подтверждение прошло. Теперь смотрим. 129. Опять энергия не списала. Списалась. О, энергия осталась одна. Из 2931. Вот так. Но при этом еще и 2 трона у меня списалось. Что это такое, пока не знаю. Расскажу в следующем видео, как только мне будет известно, что это такое. И еще, смотрите. То есть, все отнялось. И троны отнялись. Что за безобразие? Тронов тоже стало меньше. Было 38, потом 31, теперь 29. То есть, как бы все, как снималось раньше, так и снимается. У меня есть версия, что энергия... О, видите, энергии прибавилось уже. Три энергии. Ну, видимо, фрозан работает, энергия растет. Но так извините, а списали же энергию? И bandwidth списали? В чем дело? В чем дело? Вот, будем с этим разбираться. И запишу по поводу этого отдельное видео. Но зато вы уже видите, как переводятся доллары. Дальше. Еще как можно работать с мультикошельками. Здесь можно нажать кнопочку, где она не вижу, не вижу, не вижу. Вот, create. И открыть новый кошелек. Вот здесь. В списке будет... Это общий баланс показан. Вот, create делаете и открываете новый аккаунт. Продолжаете. И можно либо восстановить, либо создать новый кошелек. Вот так это и работает. Между кошельками переключение идет вот так. Вот. Здесь тоже балансы показывает. Вот, тысяча сюда пришла. Видите? Как раз я ее сюда перевел. Ну, видите, не сразу отображение работает. Вот теперь появилось. Вот здесь тоже есть троны, но они не заморожены у меня. Ну, давайте я покажу, как это замораживается здесь. Не знаю, как здесь замораживается. Сейчас буду прям при вас пробовать. Вот, freeze нажимаем. Так, для личного использования нет данных. Что такое трон? Тран-тан-тан. Будет заморожено 0 трон. Всего заморожено 0 трон. И... А... Я уже пробовал, и у меня ничего не получалось, как здесь сделать заморозку через именно компьютер, а не телефон. Ну, вот, видите, а через телефон мы с вами знаем, как делать. А через компьютер? Не знаю. Тут ничего не вписывается. Где ничего не работает. Не понимаю. Кнопочки здесь какие-то недоступные. Хотя кошелек у меня к тронскану привязан. Вот. И здесь о нем все как бы написано. Ну, ладно. Вот вы теперь знаете много чего, как тут все устроено. И понятно, что кое в чем надо разбираться еще. Но основные вещи, как переводить, как замораживать, вы все в этом видео увидели. Я показал, как переводить в долларах. А теперь давайте переведем в тронах. Вот. Ну, мне надо перевести человеку троны, но их у меня не хватает. Потому что я должен перевести ему 20 долларов в тронах. Вот давайте делаем свап. Заодно покажу в этом же видео, как делается свап. Я показывал в других видео, но не важно. В общем, у меня есть доллары, мне нужны троны. Вот видите, я свапал 10 долларов недавно. А теперь мне надо свапнуть 20 долларов. Потому что человек у меня попросил тронов на 20 долларов. Вот выбираем USDT. У меня же они есть. Вот 20 долларов выбираем. Выбираем здесь токен трон. Таким образом меняем USDT на троны. И получаем 292 трона на 20 долларов. Делаем свап. Нажимаем свап. Нажимаем confirm. Нажимаем здесь. Вот вылезла такая табличка accept. Подтвердите операцию. Нам предлагают в тронскане посмотреть эту операцию. На самом деле она вот сделана. И в тронскан совсем не обязательно уходить. Вот здесь можно нажать кнопочку. Ну давайте нажмем. Для обучения чисто. Вот. Это операция, которая забрала 40 энергии. И сожгло 5 трон. Но этот кошелек у меня не frozen. То есть там нет заморозки. Поэтому на этом кошельке меня просто спишут эти самые 4 трона. Ну да. У меня прибавилось трона. Но 4 трона я потратил на сам свап. Да. Вот. 292 трона у меня прибавилось. И вот теперь эти 290 тронов округлим. Мне надо перевести этому человеку. Как я это буду делать? Я зашел в троны. Я нажал send. Я скопировал адрес у него, который он мне сообщил. Вот этот. Оп. Скопировал. Ему нужно для двух пакетов Daisy. Поэтому вставляем этот адрес в адресную строку. Можно здесь нажать add to address book и запомнить его. Но я думаю, что я ему больше этого делать не буду. Поэтому мне как бы в адресной книге лишнее не нужно. Вот. И пишем 290 трон. Ему на два кошелька хватит. Внимательно всегда проверяйте. То есть не надо торопиться. Кнопки нажимать. Send. Ещё раз здесь проверочка. И всё. Bandwich. Опять видите. 289. Bandwich ресурсов. То ли он забирает. То ли ещё что. Не знаю. Вот. Минус 290. Всё прошло. Этот кошелёк уже у него должен пополниться. Потому что в троне всё быстро происходит. А у меня как было 138 трон? А у меня здесь было больше. 140 с чем-то. Вот стало 138. Как на другом моём кошельке. Как раз на два пакета он попросил. А вот ему это всё нужно. О! 290 трон пришли. Вот он мне как раз этот скрин перевёл. Прислал. Всё. Значит я подтверждаю. Акцент. Транзакция подтверждена. И вот она ушла. Минус 20 долларов. Это помните я свап делал. С меня списали 20 долларов. Которые я ему прислал в виде тронов. Он не сможет сделать свап. Но я мог бы ему прислать 320 тронов. И пусть он 20 долларов свапнет. Он не сможет свапнуть. Потому что у него нет тронов. Без хотя бы 30 тронов на счёте. Свап не делается. Вот. Поэтому у меня есть троны. Я сам свапнул. И ему отправивайте. 20 долларов в виде тронов. Теперь у него есть и 300 долларов и 290 тронов. Для того чтобы он смог купить пакеты. Всё. Вот так это делается с партнёрами. Ну всё друзья. Теперь вы знаете и как это делается с партнёрами. И как это делается вообще в кошельке трон. И я думаю что легко и свободно будете пользоваться всеми этими знаниями. Всё таки ещё для планты картины. Смотрите. Перейду на другой свой кошелёк. Вот на этот. Да. И покажу. Смотрите. Видите. У меня энергия уже 27. А на самом деле сейчас с телефона посмотрел ещё больше. Вот сейчас обновится наверное. Вот 35. Видите. Энергия растёт. Не на глазах прям. И бендвиз тоже растёт. Его было там 3700 по-моему. Теперь 3900. Вот что происходит. Это наверное мне как-то пригодится потом. Возможно есть теория такая у меня. Что вот эта энергия начнёт использоваться более эффективно спустя вот эти 72 часа. Не знаю. По-моему плохая логика. Но кто знает. Может быть. То есть я пока не понимаю за что у меня списалась и троны и энергия. Ну есть как есть. По идее троны должны экономиться. А энергия расходоваться. Но пока я этого не вижу.